Доброе утро. Сегодня продолжаю, значит, работать по БГТ. Сейчас вот собрал схему меню. БГТ ССР-1 меню. Сейчас покажу эту схему. Кто хочет, может собирать. Так. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Итак, перед вами схема БГТ ССР-М1. Мини-схема. Значит, идет. Первая. Батарея номер один. Подключается к инвертору. Далее. Идет, значит, тройник. То есть разъемы. Три разъема здесь вот. Первый разъем входит инвертор. Подает питание 220 вольт. Второй разъем идет на выпрямитель. Подает питание он на мотор 40 ватт. Крутит вот этот мотор. Вот вау. И третий разъем идет на потребителя. То есть до этого у меня здесь был разъем. А сейчас это упростил. На потребителя. И здесь мы получаем 60 ватт выход. При такой схеме. То есть схема маломощная из-за того, что, во-первых, батарейки старые. Во-вторых, инвертор слабоватый. Поэтому пока сделал слабомощную схему. То есть здесь 40 ватт поступает. Идет на мотор. Мотор крутит через соединение на валу. Генератор. Который выдает ток на выпрямитель. Выпрямитель, значит, подключен. Тут вот розетка еще не указал. Разъем. Два разъема. Один разъем вот с этого. С выпрямителя. И второй разъем здесь. На выпрямитель. Один разъем с генератора. И вот сюда. То есть здесь розетка. Двойная розетка. Раз. Два. Два разъема. Выпрямитель на 14 вольт. Мощностью 100 ватт. Вот. Заряжает батарейку. И тут же стоит реле. Когда вот эта батарейка разрядится. Первая. Через каждые две минуты. Через каждые две минуты. Реле срабатывает. И тогда питание подступает вот с этой батарейки. А эта батарейка идет на подзарядку от выпрямителя. То есть каждые две минуты срабатывает реле. То есть реле еще нет пока. Вот такая схема. То есть пока вручную это все перекладываю. То есть схема полуготова. И тут же, значит, с инвертора идет на потребителя. Раньше делал отсюда. Смысл, как я понял, нет второй инвертор ставить. Лишняя потеря энергии. А тут разницы нет. Эта батарейка заправляется. А это, значит, двигает мотор. И дает на потребителя. Вот эта батарейка. Как только она села. Даже не как только села. А через каждые две минуты щелчок происходит. Щелкает реле. И вот эта батарейка, значит, подает на мотор. И заправляет уже первую батарейку. Вы примите, заправляет уже первую батарейку. А вторая батарейка, значит, питает-то все. И дает потребителю. Такая мини-схема может давать плюс только 60 Вт. То есть в дальнейшем надо, конечно, хорошие батарейки. А лучше-то и не они старые. И усилить инвертор. 300 Вт слабый. Усилить инвертор. То есть при пуске надо посильнее. И можно подавать полную 220 В. Тогда будет на выходе где-то 500. 220 В сюда пойдет. 250-220. А здесь будет на выходе 500. На потребителя. Так же будет схема. То есть вот такую схему можно применять. То есть надо инверторы помощнее. И батарейки у меня старые. Очень старые. Поэтому я такую слабенькую дал. Что они вот проверял. Как я передавал в первом ролике. Три часа. За три часа, короче, они не подсели ни на один, как говорится. Ни на одну сотую вольта даже. Ни одна из батареек не подсела. То есть период три часа переставлял сначала по 10 минут. А сейчас понял, что переставлять лучше даже по 2 минуты. А если там одна что-то срабатывает реле, то это реле одна сотая, одна тысячная миллисекунды. То есть щелк-щелк будет так вот. Щелчки незаметные. Ну, реле закажу на Алиэкспресс или на ebay. Они недорогие, в принципе. Батарейки, дорогие. Вообще, для хорошей схемы, я вам говорил не раз. Применять ионисторы. Это будет вечно тогда и надежно. Это пока вот это все. Это пробная схема разных типов. Пока вот такая. На этом все не заканчиваю. На этом все не заканчиваю. До свидания. До следующих встреч в эфире.